Здравствуйте, Сергей, отвечаю на ваш вопрос. У меня сын пошел в церковь к адвентистам седьмого дня. Может ли душа получить спасение там? Они не принимают иные языки. Как вы относитесь к их учению? Спасибо. Вы знаете, Сергей, слава Богу, что спасаемся мы не иными языками, а спасаемся принятием жертвы Иисуса Христа, как той, которая единственная делает или открывает нам доступ к Небесному Отцу. Поэтому адвентисты в этом смысле имеют совершенно правильное понимание и взгляд, что без жертвы Иисуса Христа мы не спасаемся. Уже отношение к закону, наверное, там тоже будет иметь некоторые индивидуальности в пасторах, которые служат в разных подобных церквях. У нас есть очень добрые взаимоотношения с адвентистами седьмого дня в нашем городе. Я очень ценю эти взаимоотношения и вижу, насколько они с благоговением относятся к Слову Божьему, насколько они искренне поклоняются Богу в том, чем они разумеют и понимают, и сохраняют в этом верность. Те нюансы, которые есть, безусловно, мы не можем с вами рассчитывать, что исполнением закона мы придем к спасению. Но когда мы акцент делаем на жертве, и вы с сыном своим можете об этом поговорить, чтобы для него это оставалось всегда главным, а не второстепенным. Главное – главным. Я верю, что Иисус Христос исполнил закон. Я верю, что он конец закона. Но, опять же, какого? Он конец того закона, который связан с принесением жертв. Он конец того закона, который связан с церемониями. Но он не конец закона, который связан с моралью и нравственностью. Поэтому вот в этом смысле для нас с вами остаются ценности до сих пор и сегодня. И благодать нам дает силу к исполнению. Что касается иных языков, то иные языки, они нам даются для устроения своего внутреннего мира. Потому что кто говорит на ином языке, тот созидает себя. Поэтому это, конечно, помогает полноценно расти, если мы правильно это применяем, и входить в характер и плодоносность уже в духовных дарах перед Богом. Благословляю вас, Сергей, и вашего сына. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok